всем привет дорогие друзья начинаем свой очередной обзор с крымского моста ну и как вы догадались видите мы с вами уже летим спасибо всем кто мне помог таких 23 человека большое спасибо что не забываете ну и вот мы снова в строю как говорится и полетим мы с вами сейчас на мост посмотрим что тут произошло за время нашего отсутствия с воздуха так мы снимали с вами видели все ну и вот теперь полетаем и начнем мы его от шоссе героев сталинграда вот он городок строителей и вот под шоссе герой сталинграда видите стоит целый состав состоящий тут и из вагонов на которые укладывают звенья рельсы шпальной решетки из вагонов хоппер дозаторов со щебнем вот три вагона и такой вот плацкарный вагон или как там спальный вагон ну для железнодорожников наверное чтобы там и пообедать можно было ну и вот вагоны видите запомните этот момент в начале видео мы еще в конце видео вернемся к этому составу в том же месте под шгсом ну и вот вот он он стоит ведь пути укладчик стоит у к укладочный экран и как мы с вами видим здесь начали устанавливать панели шум забора с обеих сторон причем и со стороны верхнего солнечного и со стороны нижнего солнечного самое главное вот в далеке домик наш стоит на месте это вот городок непосредственно организации которая занимается установкой панелей но они все здесь в комплексе делали и фундаменте бетонировали и направляющие ставили и вот сейчас как раз ставят ставят панели видим что здесь уже произошло благоустройство территории вокруг железнодорожные насыпи видите все откосы отсыпаны плодородным слоем водоотливные канавки вот как мы с вами видим уже сформированы ну наверное еще будут укладывать туда бетонные такие канавки видели наверное вот вдоль дорог их ну и здесь уже в некоторых местах тоже есть здесь вот пока еще нету занимаются здесь занимаются облагораживанием отсыпкой грунтом вот он домик наш на месте и мангал на месте ну а вот здесь мне немножко вот непонятно посмотрите вот заканчивается с правой стороны шум забор и начинает вот ленточный такой фундамент видите по поверху пойдет неужели вот здесь теперь будут ставить шум забор непосредственно вот с левой стороны непосредственно видите установлен он прямо вдоль насыпи рядышком с рельсами а это вот довольно таки на приличном расстоянии и откос здесь и там вот водоотливная канавка самые нижние точки вот по всей длине идет здесь кстати посмотрите как уже травка заколосилась но это последние наверное недели вот такая красота зеленая уже жара начинается в момент съемки снимал это вчера утром где-то в 9 в 10 уже было 25 градусов и и довольно таки жарко сильное солнце такое уже на и через несколько там недель и у этой травы и в помине не останется и вот как раз мы застались на видите два экскаватора один по верху работает а другой вот как раз эту канавку водоотливной и формирует видите там все у них отлажено специальные там приспособления так думаю и вот экскаватор это все навесное оборудование задействует и получается такая v-образная канала как раз вот под сбор воды здесь вот как раз помните мы с вами видели когда рельсы укладывали перед забором вот эти откосы их делали поположие выемка грунта была ну и вот сейчас видите что получилось тоже черненькой земелькой уже обсыпали ну и будем ждать когда и здесь заколосится но мы потихонечку с вами подлетаем подлетаем к шум забору в одном из видео давно это может три-четыре видео назад я взял и оговорился более 400 метров в длину надо я просто оговорился сказал более четырех метров 400 метров в высоту и понеслось тут люди или не понимают что просто оговорка или или ну и вот мы с вами смотрим здесь один путь так пока и лежит второй пока и начинали но еще мы с вами увидим что про пути укладчики не зря вам сказал зато с другой стороны там полным ходом идет идет укладка рельса шпальной решетки там практически уже остров тузла закончен и потихонечку буду выходить на фарватерный участок номер пять ну а мы с вами как раз вот в районе цементной слободки вот этот охранный комплекс здесь ну и посмотрите вот что здесь уже сделано работы идут одну вышку релейной связи уже поставили вот флаги развиваются там и вот две поменьше уже стоит вот плиты здесь под кран уложены кран загнали и видимо будут тоже устанавливать две маленькие а вот на переднем плане посередине вернее был вот это и есть бункер уже стены гидроизоляцию приклеили и наверное будут засыпать его вот люди видите готовят готовят вот эти две вышечки тоже при привести в вертикальное положение ну а это собственно уже стоит еще раз поглядим под ноги вот про водоотливные канавки говорил я вот как раз здесь хорошо видно эти железобетоном они отделаны ну и я думаю что и там где-то будет где-то нет вот такой вот говорю v-образный там готовят как как мы с вами видим ну и вот мы с вами на восьмом участке вот и не эти рельсы в районе 301 опоры они заканчиваются как лежали две два звена их не стали укладывать а просто на уложенные рельсы уважаем положили два звена ну и вот пока еще дальше не укладываю здесь вот вроде начали закрывать пеноплекс тканью потому что дальше вот уходит покраска ну и вот вроде можно же предположить что путь укладчик не станет не зря стоит под путепроводом шоссе героев сталинграда перегнали его суда напомним вам что в районе керчьюжная там было два пакета звеньев два по 5 25 метровых ну вот видимо и их только вот у меня интересно где будут первыми укладывать дальше погонят таманское направление на мосту или может быть уже в районе вот нашего домика с мангалом с пальмами домика погонят вторую нитку терчинского направления интрига однако осталось но будем следить ну и вот мы смотрим кран еще один есть наверху работает а так чистота порядок это вот мы как раз подъезжаем подлетаем с вами к седьмому участку вот где был стапель криволинейные надвижки но где-то вот в районе крана вот здесь мы немножко перехватились по видео потому что расстояние большое за один пролез за один залет не успеть снять все это дело и вот летим мы с вами дальше это вот у нас как раз криволинейный участок надвижки здесь был и посмотрите обратите внимание в балластном корыте чистота порядочек здесь вот хоть сегодня укладываю уже рельсы потому что при надвижке сразу красили пролеты такой там покрасочный цех был организован ну и одновременно двигали и красили здесь вот уже все гидроизоляции нанесена ну и вот мы как видно здесь уже вообще ничего нет с острова тузлой потихонечку пути укладчик двигается в сторону арок и возможно пересекая арки пойдет дальше кран еще на месте вроде как собирались его собирались разобрать но никак не соберутся некоторым он еще нужен организациям хотя владелец 46 отряд ну пока они вот вроде им то не очень уже и нужен нужен так что вот это мы все с вами видим но и посмотрите красота какая какое море доволен я купил поскромнее чем у меня был ну поскромнее по цене но не поскромнее по характеристикам квадрик вот смотрите собственно говоря кран кран здесь и работа там его еще хватит вот пока рельсы до сюда не дойдут может быть и еще постоит он немного ну собственно здесь особо комментировать и нечего можно так в тишине посмотреть вот на эту красоту вот еще гусеничный кран стоит здесь он на рабочем мосту рабочий мост тоже потихонечку уже демонтируют вот эти все площадки в доме между опор какие были для вот на строительство опор непосредственно помните там и лососки стояли и и авто экрана стояли и крана на гусеничном ходу стояли бы вот уже ничего нет только вот одна лента рабочего моста осталось трубы практически все извлекли из воды ну просто красота и и порядок потихонечку подлетаем мы с вами к аркам на арках там осталось не более десяти процентов нанести гидроизоляцию а возможно уже это у меня последние данные может быть еще не обновлялись но скорее всего там практически уже тоже завершено нанесение гидроизоляции но хотя нет вот там что то еще работы какие то идут и вот вдалеке у нас остров тузла там пути укладчик уже подошел к границу острова тузла то есть границы пятого участка четвертые и пятые участки ну и вот здесь на пятом участке еще есть работа вот как мы видим с вами еще гидроизоляция праймер или грунтовка кому как нравится нанесена по всей длине пятого участка ну а вот гидроизоляция еще конечно не по всей хотя уже пути укладчик с тузлой наступает на пятки ну туда достаточно много сил бросили я думаю что в ближайшем времени закончат нанесение гидроизоляции это вот будет последний участок на всей длине моста железнодорожной его части ну а мы возвращаемся с вами обратно посмотрим на красоту арок вот на их великолепие снизу мы видим с вами палы защита от столкновения опор с проходящими судами если таковое будет иметься ну хотя вряд ли защитят ну и вот опять мы мимо крана пролетаем впереди мы видим с вами город Керчь с левой стороны мысок Бурун и там находится крепость историческое такое место ну и вот немножко соскучились мы по таким видам ну будем наверстывать упущенное дай бог что все у нас будет хорошо и мы с вами встретим первый поезд хотя он уже не за горами все меньше и меньше работ остается ну и к сожалению или к счастью мы стали с вами свидетелями очевидцами практически всех этапов строительства этого чудесного инженерного сооружения погода конечно шикарная как я уже сказал 25 градусов ну водичка еще холодная ну это может для меня она холодная кто-то уже купается я неоднократно видел уже вовсю купается ну то что загорают уже это повсеместно уже можно это наблюдать принимает солнечные ванны ну и мы возвращаемся вот этот здесь такой заливчик получился своеобразный ну и вот мы как я вам и говорил что мы вернемся с вами к началу видео и увидели там путеукладчик а сейчас мы вот с вами на улице колхозной это я уже снимал вечером что и с этой стороны уже путеукладчик работает полным ходом и где-то он в районе уже 214 ну стоит он пока чуть дальше там а так вот уже укладывает рельсы где-то в районе стапеля стапеля на острове Тузла там вот вроде как изоляцию нанесли и вот он наложил и не наложил уложил и вот у него еще смотрите раз-два два и здесь три звена ну как-то они здесь лежат там и самое интересное это около 7 часов вечера и ни одной живой души вокруг него может быть пересменок в это время что скорее всего и ночную смену эту работу доделают будем теперь наблюдать с вами за всем происходящим на мосту и сверху и снизу и сбоку как получится как погода позволит ну а мы вот такой зумчик некоторые как я уже говорил говорят что у тебя там все дрожит ну вот перескакиваем опять с чего и начинали видео в район путепровода ШГС и вот здесь на переднем фоне устанавливают панели шум забора а на заднем фоне видите уже стоит этот состав в начале ролика он стоял пустой а в конце ролика он уже полный раз два три четыре пять пять звеньев рельсы шпальной решетки и два вагона это два пакета пять плюс пять десять и на двадцать пять двести пятьдесят метров и два звена как вы помните еще пятьдесят метров лежит сверху на рельсах на триста первой опоре в районе триста первой опоры это говорит о том что триста метров можно будет уже укладывать полным ходом вот она издалека теперь немножко прям в районе заправки с вареничной вот прям от шоссе героев сталинградов и уже достаточно много как мы с вами видели в начале уложена установлена шум забора ну а я на этом заканчиваю свой очередной обзор не забываем подписываться на канал и ставить лайки всего вам хорошего дорогие друзья и до новых встреч удачи удачи до новых встреч